В районе Москвы, Новокосино, в рамках московских ярмарок, построили вот такой милый городок. Добрый день, друзья! Я в Новокосино. Наверху живут химеры. По углам башенки. Московские ярмарки. И не знаю, интересно было бы сравнить, сколько людей приезжает на ярмарку, а сколько просто пофотографироваться в этом домике. И с этими башенками, и с этими красивыми украшениями. Вот такие ворота. Сделаны в каком-то старинном стиле. С вакелами-цветами, которые держат страшные чудовища. Страшные какие-то рыбы, что ли. Нет, это не рыбы, это львы. Львы. Вакел, лев. А наверху, вот между башнями сидит химера. А здесь вот так красиво. Есть вот такая беседка. В зарослях. А вот здесь, на самом верху, сидит какой-то грозный защитник этой башни. Не то летучая мышь, не то кто. Это вне конкурсные сады цветочного джема. Зеленые острова на центральных и окружных площадках. Подарок Москве и москвичам ко дню города. Возможность продлить уходящее лето, насладиться его красками, запахами, цветением. Проводите время в садах, пока позволяет погода. Вдыхайте ароматы цветов и непременно фотографируйтесь на память. Вот карта расположения вот этих садов. Ну а здесь клумбы. Вот такие площадки. Мамочки с детками заходят гулять. Сейчас и мы зайдем. Ну, что вам сказать. Вот такая красивая площадка называется фестивальная. По идее здесь должно быть много людей, которые должны соблюдать дистанцию полтора-два метра и носить при этом маски. Ну, маску меня заставили одеть. Правда, хоть на подбородок, но я ее одела. Ну, людей сейчас нет, но по непонятной логике сказали, что все равно нужно на улице, именно на фестивальной площадке, одеть маску. Несмотря на то, что людей нет ва-апче. То есть я одна. Остальное все работники. Вот такой сверху дракон страшный. Погода, к сожалению, не располагает. Может быть, в следующий раз будет повеселее. Вот, поэтому этот замок выглядит мрачным. Зато здесь растет куст калины очень красивый, с ягодами. Если это калина, то она таки меня поправит. Вот. Вот здесь такие часы и такие рыцари. И часы. А сверху, возможно, даже какая-нибудь кукушка выплывает. Но пока не выплывает. Вот. А здесь всадники. Вот так здорово. Ну, площадка для развлечения, но развлекаться, конечно, некому. Ну, прокат самокатов. Здесь можно покататься на самокатах. Еще на каких-нибудь там, наверное, роликах. Вот. Но людей нет. Вот. Еще пару мамочек с детками. В округе один ребенок катается. Ну, и каруселька. Вот такие сказочные города вырастают в Москве для привлечения людей культурно отдыхать. А вот это окрестности городка. Собственно, район Новокосино. Район спальня. Район новостройка. Одни большие дома. Ну, как говорят, один большой дом – это одна деревня. Вот сколько тут деревень расположено. Вот так. А здесь рыцарский турнир. Два рыцаря конных сошлись в бою. Почему-то это связано с каруселькой детской. Не знаю, каким образом. Ну, ладно. Вот как-то так. В старинном, мрачном, средневековом замке в готическом стиле разместили детскую площадку разместили. Вот. Ну, это я уже вышла. И вот площадь перед этим цветочным джемом. Вот так. Москвичи и гости столицы приходите, приезжайте, наслаждайтесь отдыхом. Там есть магазин. Можно чекотах приобрести. Что-нибудь такое ярмарочное, рыночное, наверное, вкусное. Ну, и заодно прийти с ребенком покататься на чем-нибудь. Хорошо отдохнуть. Спасибо за внимание. Всего доброго.